Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «У книжной полки» и я, ее ведущая, Елена Бунакова. Из всех ценностей, которыми обладает человек, одна несравнима цене и других – это его душа. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» – говорит Господь. Поэтому усилия христианина прежде всего должны быть направлены к изучению и просветлению своей души, к познанию самого себя, что было некогда девизом и лучших эллинских мудрецов. Тема спасения души была основополагающей в трудах Николая Евграфовича Пестова, которые еще при жизни автора пользовались большим успехом, и перепечатки их расходились по многим городам и селам России. Позже они были изданы в четырех томах под названием «Современная практика православного благочестия». Краткий вариант этого труда вышел в свет в 2007 году в издательстве «Сибирская благозвонница» под названием «Свет совершенной радости». Эту книгу мы и предлагаем сегодня вашему вниманию. Николай Евграфович Пестов Николай Евграфович Пестов – профессор, доктор химических наук, известный православный писатель, духовный руководитель и глубоко верующий христианин. Он был лично знаком с патриархом московским и всея Руси Пименом, который высоко ценил его богословские труды. Родился Николай Евграфович с 4 августа 1892 года в Нижнем Новгороде и был последним десятым ребенком в семье. Отца он не помнил, так как тот умер, когда мальчику было всего 6 лет. Мать Пестова отличалась скромностью, трудолюбием, сердечностью и необыкновенной душевной теплотой. После смерти мужа она своими трудами содержала не только семью, но помогала всем, кому чем могла. Духовным оплотом семьи была няня, благочестивая пожилая старообрядка из заволжских лесов. В семье традиционно для того времени справлялась пасха с куличами и крашенными яйцами. На Рождество в доме устраивалась елка. В троицын день квартира украшалась зелью. Но никто не молился, кроме няни. Детей к молитве не приучали. Вот на 1903 году Николай Пестов поступил в реальное училище, где закончил не только семь классов, но и дополнительный, окончание которого давало право на поступление в высшее учебное заведение. С юношеской горячностью он всегда чем-либо увлекался. Оформлял коллекцию бабочек, заполнял альбом с марками, проводил астрономические наблюдения на специальной вышке, вел переписку с заграничными эсперантистами, проводил опыты дома в химической лаборатории и участвовал в любительских спектаклях в старших классах училища. Он хорошо плавал, летом много купался, ловил раков. В эти же годы Николая стали мучить разные вечные вопросы, в том числе и религиозные. Но знакомство с марксисткой литературой, а также с трудами Ринана, особенно его книга «Жизнь Иисуса», сыграли роковую роль в становлении юношеского мировоззрения. Семена веры к тому времени еще недостаточно укоренились в душе юноши, и он стал атеистом. Полюбив химию, Николай поступил на химический факультет Императорского Московского высшего технического училища, где с большим успехом проучился до 1914 года, после чего из патриотических соображений добровольно поступил в армию. Началась Первая мировая война. Решение было принято, но позднее Николай Пестов не раз говорил, что в этом решении виден промысл Божий, который на 8 лет вывел его из тенучилища, чтобы вернуть обратно, но уже совершенно другим человеком. Вышел Саввел, вернулся Павел. Поступив в Алексеевское военное училище, к августу 1917 года Пестов был уже адъютантом полка в звании поручика. В момент сообщения о новом революционном перевороте находился в Луге, в штабе полка. В декабре со всеми воинскими документами на руках он уже был в Нижнем Новгороде. С февраля по август 1918 года Пестов работал в Нижегородской ЧК делопроизводителем. Потом в Горпродкоме. В декабре 1918 года вступил в коммунистическую партию, став деятельным коммунистом, комиссаром. Но Бог не оставил его пребывать в ослеплении ума и в ожесточении сердца и даровал ему покаяние. Вот на 1921 году Николай Евграфович увидел во сне Христа и взгляд явившегося Господа преобразил его изнутри. Вот как об этом вспоминал сам Пестов. «В ту ночь Господь вошел в мое сердце и с тех пор, что бы ни делал, ни чувствовал, я знаю, что Христос всегда был рядом со мной, всегда пребывает рядом со мной и никогда не покидал меня». Пестов расстался с партией и с прежним безбожным бытием, чтобы впоследствии стать миссионером. Постепенная стабилизация обстановки в России позволила ему демобилизоваться и вернуться в Москву для окончания своего образования. Осенью 1921 года Пестов попал на лекцию Владимира Филимоновича Марцинковского, выдающегося деятеля христианского студенческого движения. Этот вечер стал поворотным пунктом в жизни Николая Евграфовича. Отныне путь Евангелия и осуществление в жизни заповеди Христа становится смыслом его жизни. Все последующие годы Николай Евграфович преподавал в вузах, читал лекции на предприятиях и руководил аспирантами. Ему принадлежит около 160 научно-исследовательских работ, монографий и статей. В 1941 году он получил степень доктора химических наук. Первые труды по богословию были написаны им в конце 50-х годов. Это были выдержки и цитаты из святых отцов и учителей церкви по различным вопросам христианской жизни, объединенные в два тома под названием «Пути к совершенной радости» или, как он сам называл, «Опыт построения христианского миросозерцания». Николай Евграфович вложил в эту многотомную диссертацию все свои силы. В ней Пестов пишет о том, каким должен быть христианин в своей обычной повседневной жизни в семье, на работе, утром и вечером, в течение дня и каждую минуту. Его труд стал своего рода азбукой благочестивой христианской жизни. О духовной жизни самого Николая Евграфовича рассказывает его внук. Молитва, читаемая в предисловии книги, пронизывала буквально всю его жизнь. Неукоснительно посещал Николай Евграфович храм Божий. Особенно любил он ранние литургии по воскресным дням, которым тщательно готовился за несколько дней и на которых постоянно причащался святых тайн. Это великое таинство давало ему новый импульс жизни, вселяло в него необычайную энергию и делало настоящим подвижником. Особенно это было заметно в последние годы его жизни. Все ночные акафисты, великий канон святого Андрея Критского, службы Страстной Седмицы, он обычно вычитывал келейно. Неспеша, умилительно и с глубокой сосредоточенностью проходили часы этих молитвословий в его комнате. Его молитва была пламенной, он весь погружался в нее, так что иногда, нечаянно зайдя в кабинет, можно было стать свидетелем этой лишенной всякого внешнего эффекта живой беседы с Богом. «Преображение души», пишет Пестов в своей книге, «Состоит цель жизни самого человека». Она достигается по благодати, через покаяние, молитву, дела милосердия, пост и так далее. Так осуществляется стяжание в себе духовного сокровища, Духа Святого. При присутствии этого сокровища душа человеческая преображается, и ее страсти и дурные наклонности перерождаются в соответствующие противоположные им добродетели. Гордость в смирение, эгоизм в любовь к Христову, самоволие в послушание и так далее. Тогда христианин перестает жить собою и для себя, но живет Христом и для Христа. Творит не свою, а его совершенную святую волю. Так в душе человека открывается Царствие Божие. Он достигает обожения и еще в этой жизни находит в себе истинное счастье, совершенную радость, мир и покой души. Сборник «Свет совершенной радости» дает возможность читателю ознакомиться с кратким вариантом главного труда Николая Евграфовича Пестова книгой «Опыты построения христианского миросозерцания». По словам его дочери Натальи Соколовой, эта работа Николая Евграфовича представляла собой не просто плод размышлений, а была действительно его жизненным опытом. И этим опытом он щедро делится с окружающими людьми и со страниц своих богословских изданий, в том числе и этой книги. Дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Ну а я с вами прощаюсь и желаю вам всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова